В современном Узбекистане интересы рядового человека серьезно защищаются и ставятся во главу угла. Такой факт признают авторитетные международные организации, все активнее сотрудничая с нашими гражданскими институтами. Так, в Ташкенте состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между представителем про ООН в Узбекистане и уполномоченным Олим Аджлиса по правам человека. Узбекистан с момента вступления в ООН поддерживает и развивает тесное сотрудничество с органами ООН. Мощный импульс данному сотрудничеству дала принятая по инициативе главы государства Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава нашего государства твердо подтвердил, Узбекистан продолжит тесное партнерство с структурами ООН. По итогам указанных встреч в стране приняты важные программные документы в области прав человека и сотрудничества с органами ООН. Некоторые сейчас активно воплощаются в жизнь. Среди них особо выделяется программа мероприятий, посвященных 70-летию принятия всеобщей декларации прав человека, утвержденной указом президента Республики Узбекистан от 5 мая 2018 года. Подписанный меморандум отражает заинтересованность ПРООН содействовать осуществлению реформ в области прав человека в Узбекистане. Он предполагает обмен опытом в области внедрения эффективных механизмов парламентского контроля за обеспечением прав и свобод женщин, несовершеннолетних, физически ограниченных людей, а также лиц, находящихся под стражей. В первую очередь я хочу поздравить всех узбекистанцев с наступающим праздником. Мы сегодня, можно сказать, достигли высокого уровня в сотрудничестве с институтом Омбудсмана. И подписание меморандума для нас – это тоже один из важных шагов. Завизированный документ имеет пять пунктов и рассчитан на два года. Кроме этого, документом предусматривается организация совместных конференций и семинаров, публикация материалов по раскрытию широкой международной общественности, сути, значения и хода реформ в области прав человека, осуществляемых в стране. Несомненно, данный меморандум будет служить развитию диалога между Омбудсманом и органами ООН, способствовать построению в стране демократического государства и справедливого общества, где приоритетом является реализация простого и ясного принципа – интересы человека превыше всего. Продолжение следует...